ВИВАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА И у него, как видите, самая громкая работа в этом средневековом ресторане. Если у современного заведения есть реклама, то у этой таверны есть Григориус. Понимаете, он по старинке зазывно кричит «Виват!» и трубит в рог, чтобы народ шел на звук. Ну и тут вы понимаете, что начинается моя тема. Кстати, трубить я умею не хуже местных профессионалов. Вот вы послушайте, а я звук запишу. На самом деле, надо делать так. А, ну плевать в него. Да, попробуйте. Не так-то просто, подожди. Не так-то просто. Полегче, может? Смотри, смотрят все. Да, люди сразу видят. Мы здесь живем в 15 веке. Люда, вот как у нас одежда. Все по-средневековому, конечно. Только носки-то у тебя... Это лучше, чем 500 лет назад. Поэтому вот. Да, они бы были каменные. При ресторане есть средневековая лавка. Вот где реально есть что послушать. Без атрибутики, конечно, не обошлось. Может быть смешно? Отвайте нам минутка. То есть ты мне предлагаешь сейчас переодеться? Угу. Ну давай. Мейк-овер-шоу просто в средневековье. Да. Я желаю, живите так долго, как можете. И поэтому я скажу, вива, так громко, как можете. Вот здесь магазин, да? Вот здесь магазин, да? Здесь жили, ты распугаешь всех туристов. Да все в порядке. Все в порядке? У нас средневековый город. Подозреваю, что вот этими возгласами наполнялись все средневековые таверны города под вечер. Так что пишем фактически бэк-вукал в исполнении старого Таллина. Давай. Раз, два, три. ВИВАЕТ! А чем заедать-то зелье? Разумеется, традиционным эстонским миндалем, который здесь обжаривают и в сахаре, и в шоколаде, и в чесноке, и в травах, и чего только еще и не напридумывали за 500 лет. И у этого процесса жарки миндаля тоже есть что? Свой звук. Здесь, как видите, мы здесь готовим сладкую миндаль. Попробуйте сами мешать. Мешать. Вот здесь сахар, здесь как печь. Что здесь еще раз? Корица? Корица. И? Разные пряности. Кардамон. Кардамон. Черный перец. Черный перец. И немного страсти. Да. Хватит есть. Я же только готовлю еще. Опа. Знаешь, когда дают дегустировать эти орешки. Да. Попробуйте, пожалуйста. Попробуйте. Ты не думаешь, что они так сложно готовились. Финиш. Ого. Ого. И это вот она... Серьезно, это девчонки этим занимаются. Анна уверена, что это готов. Готово. Да. А вот можете сразу попробовать. Попробуйте сейчас. Да. Руслан, думайте, что я могу тоже попробовать. Горячие. Я думаю, еще можешь. Можем? Так. Попробуй. Вика, попробуй. Попробуй. Это ваш первый раз? Это мой первый раз. Почти как профессионал. Как она умеет делать комплименты, да? Когда они остынут, они будут хрустеть. Это те самые знаменитые эстонские орешки, друзья. Ммм, это очень вкусно. Только что я сам собственными руками их приготовил, и все звуки записаны. Богат, богат на звуки таллиннский ресторан. Вот еще музыкант из группы, которая играет под потолком, вынес из закромов один из самых странных инструментов. Вот это впервые в нашем проекте. Вообще необычный инструмент, конечно, классный. Можно попробовать? Да, конечно. Мы делаем координацию. Я чувствовал вибрации сейчас просто на себе. Это было очень круто. Вот спасибо большое. Подарю.